Приветствуем всех трейдеров на нашем YouTube канале. В этом видео мы рассмотрим новый индикатор дивергенции для бинарных опционов. Это модифицированная версия стандартного индикатора с дополнительными алертами и визуальным сопровождением. Помимо информации, представленной исходным индикатором, новая версия, визуально показывает расхождение цены гистограммы индикатора, а также формирует сигналы для входа в рынок. Прежде, чем перейти к описанию индикатора, стоит вернуться к основам технического анализа и вспомнить, что такое дивергенция. Когда она возникает на рынке? И как это можно использовать для покупки бинарных опционов? Как правило, индикатор движется параллельно с ценой. Если цена достигает нового максимума, индикатор тоже устанавливает новый максимум. Если цена достигает нового минимума, индикатор вслед за ценой устанавливает новый минимум. В случае несоответствия цены с показаниями индикатора возникает так называемая «дивергенция». Дивергенция в классическом виде исполнения позволяет заранее увидеть разворот тренда. Это один из самых быстрых и ранних сигналов в прогнозировании изменения цены. Этот сигнал используется финансовыми аналитиками для прогнозирования изменения цены в будущем, еще до того, как эти изменения состоятся на самом рынке. Условно, дивергенцию, разделяют на бычью и медвежью. Для определения бычьей дивергенции необходимо смотреть на минимальные точки цены и используемого индикатора. Чарт должен формировать более низкий минимум, а индикатор — более высокий минимум. Когда наблюдается бычья дивергенция, стоит приготовиться к ставке выше, так как график будет идти вверх. Чтобы выявить медвежью дивергенцию, нам необходимо смотреть на пики графика цены и индикатора. Первый должен формировать более высокий, а второй — более низкий максимум. Медвежья дивергенция сигнализирует о возможном завершении восходящего тренда, где можно открыть ставку ниже, так как цена будет падать вниз. Индикатор рекомендуется использовать на временных интервалах от 60 минут или выше, так как дивергенция имеет лучший шанс срабатывания именно на среднесрочных трендах. Определенная на графике дивергенция позволяет заранее получить сигнал для входа в рынок. Это один из самых сильных сигналов в техническом анализе, который описан в большинстве учебных материалов практикующих трейдеров. Перейдем непосредственно к самому индикатору. Индикатор использует в расчетах ту же формулу, что и классический осциллятор. Поэтому принцип работы индикатора мы рассматривать не будем. Но обратите внимание на дополнительные настройки, где есть возможность корректировать отображение сигналов, количество баров дивергенции и стиль индикатора. Эти параметры можно изменить, тестируя самые оптимальные значения для работы на текущем рынке. После установки индикатора в терминале, вы можете увидеть как индикатор отмечает сигнал дивергенции на графике. Эта функция упрощает технические анализы рынка, а сигналы индикатора могут использоваться для определения точек входа. Инвестору нужно всего лишь увидеть сигнал в виде стрелки, который покажет, какую ставку выбрать в терминале брокера. Сигнал дивергенции, как и любого другого инструмента технического анализа, используется трейдерами по-разному. К примеру, агрессивный метод торговли предполагает покупку бинарных опционов сразу же после сигнала на индикаторе. Это небезопасный метод покупки бинарных опционов, где сделка будет сопровождаться максимальным риском, а соотношение прибыльных контрактов к убыточным может быть минимальным. Торговать бинарными опционами используя только сигналы индикатора предпочитают все новички, что чаще всего приводит к сливу депозита. Опытные трейдеры, зачастую, используют комплексный анализ рынка, где применяется несколько технических инструментов одновременно. В случае с индикатором дивергенции, рекомендуется использовать японские свечи с горизонтальными уровнями поддержки и сопротивления. Появление на графике свечи с длинной тенью характеризует жестокую борьбу между участниками рынка. Сигнал дивергенции на таких свечах будет иметь сильный характер, где покупка бинарных опционов будет сопровождаться минимальным риском. Еще одной точкой входа может быть сигнал дивергенции на фигуре с названием «поглощение». Это популярная фигура свечного анализа, которая говорит о появлении на рынке крупных покупателей или продавцов, которые, скорее всего, развернут движение тренда в обратную сторону. Горизонтальные уровни помогут определить ключевые области сопротивления, которые цене труднее всего пробить, после чего, как обычно, следует разворот рынка. Определения важных уровней на графике имеют ключевую роль при работе с сигналом дивергенции, так как они помогают отсеять сильный сигнал от слабого, сформированного на незначительном уровне сопротивления. В заключении, добавим, что это не все инструменты технического анализа, которые используются вместе с сигналом дивергенции. Существует большое количество действительно рабочих методов анализа рынка, технических индикаторов, новых разработок и подсистем. Не останавливайтесь на одном инструменте покупки бинарных опционов. Используйте комбинации из двух или даже трех элементов технического анализа, чтобы стабилизировать и в том числе улучшить ваши результаты в трейдинге.